17 мая с наилучшими поздравлениями президент Азербайджана позвонил своему коллеге из Казахстана в честь его дня рождения. Алиев пожелал Токаеву крепкого здоровья, удачи в жизни и на посту президента. Главы государств также отметили быстрый темп по наращиванию дружеских контактов между странами и выразили уверенность в продолжении данного курса в двухсторонних связях. Алиев поделился последней информацией о ситуации на Азербайджано-армянской границе. В настоящее время идет процесс очистки границы. Вследствие данных недопониманий и армянско- страна проявляет недостаточную вовлеченность в данный процесс. Армения обратилась к организации договора о коллективной безопасности по этому поводу. И это всего-навсего попытка интернационализировать вопрос, и это абсурд, ведь пограничных столкновений не было, ситуация стабильная, переговоры будут продолжены. Токаев в свою очередь поблагодарил за информацию. Также Россия предложила Азербайджану и Армении помощь в вопросах разделения границ. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что касается ситуации на границе между странами, то после инцидента азербайджанская сторона сделала заявление, объясняя недоразумение, и прежде всего отсутствие демаркации границы. «Мы пригласили стороны начать эту работу. Мы готовы в этом помочь, в предоставлении карт, проведении консультаций и других немаловажных вещах», сказал он. По словам Лаврова, нет причин для беспокойства и нагнетания по поводу ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его страна находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаются усилия по снижению напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на внеочередном заседании парламента, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Песков сообщил журналистам, что президент Российской Федерации решительный сторонник без альтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас предпринимаются активные усилия по снятию напряжения и исправлению ситуации. На вопрос, получил ли Путин письмо Пашиняна, представитель Кремля ответить затруднился. «Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов», сказал Песков. Также по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Франции и Азербайджана. Министры обсудили напряженность, возникшую на Азербайджано-армянской границе в последние дни. Баджрамов подчеркнул, что по прошествии длительного времени принимаются меры по укреплению границы с Арменией. Азербайджан демонстрирует конструктивный подход к устранению недоразумений между сторонами и возникшей напряженности. Руководство государственной пограничной службы было немедленно делегировано в регион и ведет переговоры с другой стороной. Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул недопустимость преувеличения и политизации этого вопроса.